Один месяц до окончания приватизации у россиян осталось немного времени для оформления квартир, предоставленных по социальному найму в собственность. Заявление на заключение договора о бесплатной приватизации можно подать до 28 февраля 2017 года. На следующий день, 1 марта, эта процедура будет уже платной. Бесплатная приватизация жилья прекращается 1 марта 2017 года. Такой срок установлен в федеральном законе. Однако для ряда категорий россиян будет сделано исключение. Госдума приняла в первом чтении поправки о продлении бесплатного оформления жилья в собственность. Для детей-сирот, граждан, проживающих в аварийном жилье и жителей Крыма и Севастополя. Все они смогут воспользоваться своим правом до 1 января 2020 года. Напомню, возможность однократно приватизировать жильё, не заплатив за это, появилась у россиян с 1991 года. Акцию государство хотело завершить ещё в 2007-м, однако отодвигало крайний срок 5 раз. За 25 лет приватизировано более 30 миллионов единиц жилья. В собственность оформлены 78% квартир. Как говорят сотрудники структур, занимающихся приватизацией, наиболее активно жители стали оформлять документы накануне окончания срока. Самый активный период был где-то в апреле 2016 года у нас. За апрель было 26 квартир, в мае 23 квартиры, а вот допустим в ноябре уже 11 квартир приватизировано. Спад обусловлен был тем, что люди получили квартиры по очереди, в начале года их приватизировали активно. Сейчас в связи с окончанием периода приватизации 1 марта 2017 года люди активизировались. Стоит отметить, что приватизации в соответствии с законом не подлежат квартиры специализированного жилого фонда. Это жильё, предоставленное по коммерческому найму, маневренный жилфонд и служебное жильё. Также нельзя приватизировать жилплощадь в общежитиях и домах аварийного фонда. По данным управления городского хозяйства, в 2015 году жители Наринмара приватизировали 111 квартир, в 2016 – 133. Люди, заключая договор приватизации, он там действует на протяжении двух лет. То есть они могут два года ходить и не приватизировать. Поэтому там хотелось бы, чтобы люди были более активны в этом решении. То есть если приняли решение приватизировать, то не затягивали этот процесс. Горожанам, которые хотят воспользоваться правом бесплатной приватизации, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства, в отдел приватизации. Дни приёма отдела – вторник-среда с 9 до 16 часов. По телефону 48706 специалист отдела расскажет, какой пакет документов необходимо подготовить. Срок рассмотрения заявки – один месяц.